дорогие зрители здравствуйте сегодня приглашаю вас на прогулку но это прогулка будет необычная как правило мы каждое воскресенье стараемся куда-то выбираться с детьми в особенности если погода хорошая мы выбираем близ ближайший город примерно в часе езды от нас для того чтобы просто-напросто прогуляться посмотреть на какой-нибудь красивый самобытный город и эта вещь которую я переняла у итальянцев которая научилась и у итальянцев итальянцы нужно дать им должное очень легкий на подъем они запрыгивают машину при любой возможности при хорошей погоде и просто доезжают до действительно красивого места где гуляют они не всегда что-то покупают в этом городе не всегда обедают либо ужинают они на самом деле все время про посвящают самой обычной неспешной прогулки но эта прогулка будет отличаться тем что я покажу вам предновогодний город на этот раз мы отправились город кастельфранко этот город знаменит и примечателен тем что также как город читаделла который я вам уже показывала это город который обнесен стеной и является так называемым городом читамурата городом в котором так или иначе сохранилась крепостная стена и в отличие от города читаделла который очень мне понравился многие зрители видели что мы прошлись по всей крепостной стене она полностью сохранилась этот город к сожалению не сохранил свою крепостную стену так как это было когда-то стену можно обозреть стену можно увидеть но она достаточно разрушена этот город красивый он на самом деле похож на любой другой город итальянский повторюсь отличает его как раз таки достаточно хорошо сохранившаяся крепостная стена давайте посмотрим на традиционный новогодний рынок потому что именно традиционно новогодний рождественский рынок является отличительной особенностью жизни итальянцев перед рождеством перед новым годом я бы сказала что особенностью итальянцев готовиться к новому году и к рождеству является то что елки и вообще всяческие украшения неважно внутри дома внутри помещения либо на улицах очень часто украшаются витрины все это происходит к первому декабря по нашим меркам это очень рано но тем не менее 1 декабря все елки во всех домах наряжены окна украшены улицы домов также украшены и хочу сказать что елки в италии а также все украшения убираются тоже по нашим меркам очень рано это все происходит седьмого января причем происходит очень быстро я бы даже сказал в течение одного дня действительно исчезают следы празднования нового года а также празднование рождества что из себя представляют итальянские новогодние рынки на самом деле это тематические рынки они достаточно часто они достаточно часто происходят в италии очень любят итальянцы продавать и покупать какие-то специфические продукты которые производятся допустим в этой в этом районе как правило то сыр как правило это хлеб ну и конечно же это какие-то поделки все это происходит организация этих рынков конечно же с поддержки при поддержке муниципалитета потому что эти места их нужно организовать они освещаются и все кто участвует таких рождественских рынках платят какую-то ну минимальную плату за то что они арендуют получается некое торговое торговое помещение торговую площадь в этот раз нам очень повезло мы попали на так называемую сагру где бесплатно раздавалась еда на самом деле эту еду мы бы наверное купили попробовали даже если бы она была платная потому что мои дети очень любят поесть когда мы куда-то выезжаем они первое что спрашивают когда мы будем обедать и где мы будем обедать в этот раз нам очень повезло и если вы в итальянском городе увидите встретите что до организована вот такая сагра накрываются столы разливается бесплатно вино бесплатная вода и кстати очень вкусно готовят на таких саграх это все также происходит при поддержке муниципалитета также при поддержке того прихода который это организует любой приход существует при церкви и действует при церкви очень часто все это организуется закупается на деньги прихожан могу сказать что обязательно попробуйте вы не пожалеете готовят зачастую лучше чем в ресторане чему действительно стоит и можно по его поучиться у итальянцев и чему я поучилась у них и мне кажется научилась так это культуре повседневной жизни культуре умению радоваться вот действительно каким-то маленьким казалось бы незначительным вещам например совместная трапеза на улице мы на деле приехали уже видно играющих сытых детей мы приехали несколько позже мы приехали в обеденное время и дети сидели например на ступеньках и каждый своей тарелочки ел все это очень очень мило обязательно попробуйте если вам случится попасть вот на такое событие не стесняйтесь подходить за повторной порции это будет с вашей стороны неким комплиментом ну что ж приглашаю вас прогуляться по традиционной ярмарке давайте посмотрим что же продают но повторюсь это какие-то незначительные вещи какие-то небольшие сувениры которые очень часто оказываются также также небольшими подарками для друзей для знакомых для коллег по работе а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Немного стрит-стайло. Как вы видите, итальянки хорошо и красиво одеваются в любую погоду, в любом городе, действительно можно встретить большое количество хорошо и красиво одетых, что мужчин, что женщин. Итальянки могут очень хорошо компоновать недорогую одежду. В этом им, наверное, нет равных. Немного стрит-стайла, но потом я приглашаю вас посмотреть, как поменялся рынок, как много стало людей, когда закончился обед. У итальянцев существует традиция гулять до обеда, это утренняя пасседжата, утренняя прогулка, и также вечером. Людей очень-очень много, что на утренней прогулке, что на вечерней. Пройти, протиснуться среди людей очень-очень сложно, и повторюсь, итальянцы очень любят вот так, бесцельно, как нам бы могло показаться, гулять. Пасседжата, прогулка для них само по себе событие, и само по себе полноценный способ провести свое свободное время. Я же на этом с вами прощаюсь, желаю всем предновогоднего настроения, предрождественского настроения. Увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!